Всем привет, с вами Хронош. Это вторая часть серии, в которой я расскажу о становлении игр Warcraft и развитии их сюжета. Сегодня вас ждет выпуск исключительно по Warcraft 3 Reign of Chaos, ведь значимость этой части в истории всей игровой индустрии и компании Blizzard в частности сложно переоценить. С выходом Warcraft 3 сюжет в большей степени был поставлен на рельсы. Казалось, что у сценаристов есть готовый таймлайн, который лишь следовало подать в виде цепочки миссий. Но спустя 15 лет с момента выхода этой игры, очевидным становится факт постоянной работы над историей, что в конце концов разрослась до невероятных размеров. Настолько огромной она стала, что вполне нормальным считается наличие в компании специалистов-историков, с которыми согласовываются все выпускаемые книги и написанные квесты. Warcraft 3 Reign of Chaos, июль 2002 года. Игра была впервые анонсирована еще в 1999 году, хотя разработкой занимались еще с 98-го. Процесс создания постоянно демонстрировался на различных выставках, а к бета-тесту были допущены 5000 случайно выбранных пользователей Battle.net для того, чтобы перед выпуском можно было исправить возможные ошибки. В Warcraft 3, в отличие от других стратегий того времени, был сделан упор на героев и их развитие. Включение RPG-элементов, озвучка, навсегда оставшаяся в нашей памяти, говорящие головы во время диалогов – все это выглядело крайне захватывающе. Говоря о звуке, нельзя не упомянуть множество шуток и отсылок в диалогах к поп-культуре того времени. Герои и простые юниты начинали говорить на совершенно отвлеченные темы, если продолжать на них кликать. Такой подход сохранился в компании и по сей день. Большая часть музыки была написана композиторами Трейси Ви Бушем, Дереком Дюком, Джейсоном Хайесом и Гленом Стаффордом, каждый из которых до сих пор пишет музыку для Blizzard. Каждая раса имела свою специальную тему. И… а вы знали, что за основу мотивов ночных эльфов взята культура коренных американцев? Орочи же произошла из музыки африканских племен. Графика была полностью трехмерной, что в некоторых случаях играло злую шутку с играми того времени. Они быстро устаревали за счет бурного развития технологий. В случае же с Warcraft'ом его огромным преимуществом стал оригинальный стиль, который даже спустя 15 лет сквозь устаревшую по всем фронтам графику остается легко узнаваемым и визуально приятным. Синематики Я никогда прежде не видел столь впечатляющие синематики, как те, что сделали Blizzard для третьего Warcraft'а. На тот момент это казалось просто какой-то фантастикой. Наверное, с тех пор и начались мольбы фанатов о том, чтобы сделать полнометражный фильм или мультфильм. И напоследок, редактор карт, с помощью которого Blizzard сами создавали все сюжетные кампании, был доступен для простых игроков. Данная особенность породила бесчисленное множество фанатских карт, режимов и даже целых жанров. В частности, как вы все прекрасно знаете, мобо-игры получили финальный толчок перед тем, как стать невероятно популярными именно благодаря одной из карт третьего Warcraft'а. Официальное описание Долгие годы выжившие на Азероте орки томились в неволе, пока их не освободил бывший раб по имени Трал. Юные шаманы, вновь объединенная Орда, бежали на западный континент Калимдор в надежде скрыться от вторжения Пылающего Легиона, армии демонов, замыслившей уничтожить весь Азерот. Чтобы ослабить возможное сопротивление, Легион воспользовался новым чудовищным оружием – Плетью. Принц Артас Менитил из Лордерона храбро сражался, чтобы защитить королевство от ужасного врага, но страх и отчаяние затуманили его разум, и Артас принял сторону таинственного предводителя Плети, короля Леча. А в Калимдоре Орда под предводительством Трала, в свою очередь, отринула давнюю вражду с людьми и помогла другим расам отбить полномасштабное вторжение Легиона, которым командовал повелитель демонов Архимонд. Хрупкий союз людей, ночных эльфов и орков понес огромные потери, но разгромил войско демонов на священной горе Хиджал. Взгляд на сюжет из будущего, то есть нашего настоящего. Как я уже говорил ранее, сюжет в третьем Варкрафте даже получше проработан, чем в раннем Вове. На данный момент практически все, что там происходило – несомненный канон, по крайней мере вплоть до выхода третьего тома Хроник. Но есть некоторые вещи, которые стоило бы прояснить, кроме, конечно, офигенной локализации. И может быть к чему-то, что можно объяснить игромехам, я буду придираться излишне сильно, но, хей, я вас предупредил и себя обезопасил. В миссии, когда Артас завладел ледяной скорбью, его друг и наставник Мураддин погиб, и мы были в этом уверены вплоть до Wrath of the Lich King. Спустя почти восемь лет нам, наконец, удалось выяснить, что Дворф не просто остался жив, но еще и стал королем клана Зиморожденных, известным как Йорк Грозовое Сердце. Он еще, правда, попутно лишился памяти, почему его и не могли найти все эти годы, но это уже совсем другая история. Власть над разумом Артаса возникла немоментально, клинок постепенно свел его с ума, но на самом деле достаточно было единого касания для того, чтобы стать Рыцарем Смерти. В третьем Варкрафте это все происходило более плавно. Кроме того, момент с блужданием по пустошам Нордскула довольно спорный, так как принц не особо тянул с созданием лояльных себе прислужников из тех людей, что сопровождали его в Северной Компании. Теперь поговорим про Бандинариэль, барьер между внешним миром и Кельталасом. В игре это выглядело как магические врата, но на самом деле это огромный купол, окружавший королевство эльфов от врагов из зорких глаз Пылающего Легиона. Секрет барьера Артасу поведал Даркхандра Тир, предатель, что жаждал власти, который, судя по всему, появился лишь в сюжете World of Warcraft и сопутствующих рассказах. Еще один важный момент из событий падения Кельталаса – не был раскрыт бой между Артасом и Анастерианом, королем высших эльфов. Да и перехода по проливу тоже не было. Эпично бы смотрелся подобный сюжетный ход с замораживанием поверхности моря для того, чтобы добраться до острова, на котором пытались спастись выжившие, и на котором, собственно, находился солнечный колодец. Далее продвигаемся к миссии первого контакта с Архимондом. Орки, у которых был портал в мир демонов, с помощью которого удалось связаться с Архимондом, довольно спорны. По сути, кланы Черной Горы и Драконьей Пасти, что остались на Азероте после поражения во Второй войне, и с которыми сражался Артас в этой миссии, согласно сюжета третьего Варкрафта, поклонялись демонам. В современных реалиях ничего подобного не происходило. Совет теней, что мог таким промышлять, был практически полностью уничтожен, а выжившие культисты прятались у подножия Хиджальских гор. Да и подобный портал открыть дело непростое. В общем, у этой миссии много шансов оказаться в глубоком редконе. Следующим интересным моментом был приступ жажды крови у Громаша Адского Крика. То ли от тумана в голове, то ли от сюжетной дырочки, он вполне серьезно просил Трала вспомнить чувство, которое вызывало кровь Монорота. Трала, который ничем подобным не баловался, да еще и родился гораздо позже. Такой вот момент. Во время миссии по очистке Громаша от кровавого безумия, его дух пришлось заключить в специальном камне. И это тоже довольно странно, ведь с воскрешениями в Варкрафте все очень скудно. По лору, таким могут заниматься невероятно могущественные персонажи, да и происходит это крайне редко со множеством сопутствующих условий. А тут убили Громаша, заточили дух в кристалл и очистили во время ритуала. Спешим на Игромех. Ну и последнее, связанное с орками. Фразы Громаша, что рассказал про добровольное испитие крови демонов. По сюжету третьего Варкрафта, это стало для Трала неожиданной новостью. Однако, согласно канону, он прекрасно знал сей позорный момент истории своего народа. Еще с Дректаром это выяснили. Говоря о компании Рейн оф Киас, нельзя не обратить внимание на статую Ассуны в пещере Оракула. Довольно круто, что сейчас у нас тем же именем называется целая локация Расколотых Островов. Но, к сожалению, на этом все сходства заканчиваются. Никаких подробностей о таком совпадении имени и названия нет. Хаккар его подери. Плавно переходим к Элидану. Сейчас его персонаж вполне понятен. Антигерой, которого никто не мог понять и который многим пожертвовал ради благой цели. Но раньше кем он только ни был. И лордом, которому прислуживали высокорожденные до заточения. И истеричкой, которому Тиранду подавай, иначе служба Саргерасу. И обычным тщеславным парнем, которому было абсолютно все равно, что случится с Азеротом. Хотя справедливости ради, стоит все же отметить его стремление помочь своей возлюбленной. Им бы пообщаться друг с другом побольше, а то сплошные недопонимания. Ах да, темница Элидана это отдельный разговор. Мало того, что ее уже третий раз передвигают, и сейчас для некоторых не до конца понятно, где же томилась наша красавица 10 тысяч лет, так еще и Малфурион с Тирандой напрочь забыли ее местоположение. По пути к друидам-медведям, правительница ночных эльфов внезапно вспомнила, что же там за дверью. Ну и последнее, Лорнардрасила. С начала времен, древо связывало ночных эльфов с природой, и его гибель привела бы Азерот к уничтожению. Расшифровываю. Начало времен не совсем корректно, всего 10 тысяч лет. Да и смысл был в том, что древо лишь ограничивало доступ демонам к источнику вечности, который был под его корнями. Конечно, все сопутствующие плюшки типа бессмертия и связи с природой для друидов были, но это всего лишь приятный бонус. Что же касается Архимонда, он как настоящий демон умер лишь на время. Его душа переместилась в круговерть пустоты, а скелет, что лежал на пиках хиджала в классике, убрали от греха подальше, ведь его смерть стала ретконом ближе к катаклизму. Ну и на этом все. В следующий раз мы с вами поговорим про дополнение Фрозентрон, которое, судя по количеству контента, смело можно было бы назвать четвертым Варкрафтом. Какие нововведения принесла эта часть и что там было с сюжетом? Не пропустите следующий выпуск. Если вам понравилось это видео и вы хотите поддержать нас, вы можете сделать это с помощью сайта патреон. Спасибо тем, кто уже нас поддерживает. Альдемир, Раурут, Градорму, Ювелир, Флуксик, Серч, Голигор, Тоснаджини, Шэдоу Рейс, Алексей Мальцев и Станислав Волков. Также не забывайте жать на лайк, колокольчик, подписываться и делиться видео с друзьями. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.